Bonjour mes chers amis, merci d'être ici et maintenant, vous êtes à la chaîne de YouTube, а реальный французский, меня зовут Кипнис Евгений, и я сердечно приветствую вас в новом выпуске французского по мультфильмам. Добро пожаловать! Как вы видите, на этой неделе мы будем работать с известнейшим французским мультфильмом, изобретенным гением французского мультипликационного творчества смурфики. Кратко о сюжете. В волшебной деревне в домиках-грибочках с разноцветными шляпками по-прежнему живут и процветают смурфы, обаятельные курносые синие гномы, вечный источник радости, знаний и приключений. Они будут учиться смурфу, чтобы постоять за себя, и принятию, чтобы полюбить то, за что стоишь. А как еще неуклюжему перестать быть неуклюжим, а в Урчену улыбнуться, только осознав, что волшебное голубое сияние над их мухоморовым городком — заслуга каждого из смурфов. И никакой волшебник Гаргамель им не страшен. Задорные и самые смурфетные приключения. В авторах сценария, как мы видим, есть Тейо. Тейо — бельгийский франкофон-мультипликатор, который придумал саму идею гномов. Как-то у него машина сломалась, он не мог найти помощь, и по лесу ходил, смотрел, и грибы увидел. И ему пришла в голову мысль о том, что там могут жить маленькие синие гномы. А потом, что касается смурфиков, по-французски — это штрумф. В русском варианте это смурфики, по-французски — это штрумф. Целый язык есть смурфский. Он был придуман случайно. Как-то в разговоре с приятелем Пио, но это его псевдоним, это на самом деле Пьер Кюрифер, попросил его в салонку. Он говорил, дай мне, я хотел сказать, пасть мне, а в итоге запнулся, ошибся и сказал, что-то похожее на штрумф. Собеседник подхватил его штрумф, и они на этом штрумф-языке начали разговаривать. Сегодня мы с вами будем заниматься переводом этого смурфского языка. Поехали к нашему эпизоду. Эпизод, который мы сегодня будем рассматривать, называется Ассистент Дю Гранд Штрумф. Помощник папы смурфа. Помощник папы смурфа. Сей партий! Перед нами штрумф-элюнета. Смурф с очками. Трэз-эмюзон. Трэз-эмюзон. В мозге трэз-эмюзон. Да, очень забавно, очень забавно. Трэз-эмюзон, трэз-эмюзон. Секомон, как вам это? Сей трэз-эмюзон. Если это так, если в видео, которое вы смотрите, кажется вам трэз-эмюзон, поставьте лайк и оставьте комментарий. Трэз-эмюзон, очень забавно. Вначале, как обычно, красиво прочитаем. Обратите внимание, что «премьер» на конце «р», конечно же, не читается. Но, поскольку следующее слово с гласной, то мы будем делать связку «премьер экзерсис». Для многих слово «первое упражнение» — это настоящий фонетический вызов. Я вам прямо сейчас его предлагаю. Оторвитесь от экранов и скажите вслух. «Первое упражнение» — это ваше первое фонетическое упражнение. Все получается? «Премьер экзерсис». «Эггзерсис». «Премьер экзерсис». «C'est л'heure de ton premier exercис». «C'est л'heure de ton premier exercис. Ранж ма малет.» Ранж ма малет. Приберим уйти маданчик. Ранж ма малет. Ранж ма малет. Ранж, а на савэ, ма, апеледневолен ма малет. Ранж ма малет. Обращает на себя внимание повелительное наклонение. «Bienvenue les tromphes». «Добро пожаловать в мир смурфиков». У нас есть три формы повелительного наклонения. Это «tu», «vous» и «nous». Ну и образуется оно очень просто. Берем обыкновенное споряжение настоящего времени, но возьмем, например, глагол «comprendre». «Tu comprends?» «Vous comprends?» «René?» «Nous comprends?» Убираем подлежащее «tu». И вот вам готовое повелительное наклонение. «Comprends?» «Пойми». Убираем «vous». «Comprenez?» «Поймите». Но во французском еще можно и сделать повелительное наклонение к первому лицу множественному числу, то есть к нам. На русском мы скажем «давайте поймем». Очень просто. Повелительное наклонение. Достаточно убрать подлежащее, от споряжения глагола в настоящем времени, и мы получаем повелительное наклонение. Только единственное, что в первой группе, и об этом сейчас как раз я хочу поговорить, нужно убрать «с». Потому что когда мы говорим «ты убираешь комнату», то мы говорим с «с». Однако, когда мы делаем повелительное наклонение и убираем «tu», надо убрать еще и «с». Это касается второго лица, единственного числа глаголов первой группы. То есть «говори», будет «парль», «пой», «шант», «танцуй», «данс», «повторяй», «репет», «понятно». Первая группа «с» убираем. И вот он говорит «прибери мой чемоданчик». «Ранж мэмэлэйт». «Ранж мэмэлэйт». Чемоданчик будет две «л» писаться, обратите внимание. «Дубле л», «дубле т». Две согласные читаем как одна по звуку, одна согласная. «Мэлэйт», «ранж мэмэлэйт». Я успел сказать «нет», как «чемоданчик был выброшен куда-то в стеклянное». «Но», «но». Обратите внимание, что «нет» произносим с помощью «носа». То есть это не «ноу» и не «нон». А «но», 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 «но». В нос нозализируем. «Но». А вот как раз у нас «большой смурф». По-русски мы его в переводе получаем как «папа смурф». Это родоначальник. Ему там больше, чем 500 лет. Родоначальник всей этой деревни смурфов. По-французски он будет «гран штрумф». «Гран штрумф». «Гран штрумф». Единственное, у кого красный колпак. У остальных белый. «Л'un de vous peut-il me schtroumfer les racines d'orchidées?» «А один из вас может мне сосмурфить корни орхидеи?» «Л'un de vous peut-il me schtroumfer les racines d'orchidées?» Он настолько крут, что у него даже получается выговаривать звук «х» по-французски. Он говорит «d'orchidées», «d'orchidées», «d'orchidées». В то время как по-французски это как «к» читается. То есть «орхидея» по-французски будет «orchidées». «Orchidées», потому что по-французски «ха» не существует звука. Во французском языке звука «ха» не существует. И французы его напрочь не выговаривают. Поэтому они произносят «orchidées» в словах, которые имеют звук «ха» в разных языках. В заимствованных словах они будут читать его как «к», либо как «ш». Тут зависит от слова. То есть «architecte» по-французски «architecte» – это обыкновенное правило. Соответственно, ковчег будет «arche». Вообще вот эта вот штука читается обычно как «ш» по-французски. Но иногда мы будем читать его и как «к». Микеланджело, да, Микеланджело будет по-французски это читаться как «к». Ну или какой-нибудь археолог. Аркеология. Мы будем читать это как «к». Это скорее исключение, в основном «сх» читается как «ш». Ну и в случае «орхидеи» тоже читаем как «к». По-французски «орхидеи» – «орхидеи». Но Гранн Штрумф Папсмурф он силеным произносит как «х». Посмотрите, послушайте. Л'un de vous petit me schtroumpfe les racines d'orchidées. «D'orchidées» прям «х» говорит вообще. Нереально и просто постиг все знания мироздания. Л'un de vous peut-il me schtroumpfe les racines d'orchidées? Один из вас может мне засмурфить? Один из вас может мне сосмурфить корни орхидеи? Обратите внимание на глагол «смурфить». Штрумфей. Штрумфей. Легко можно создавать слова, просто зная, как морфологически они образуются. Есть известная фраза академика Щербы, на примере которой он хотел показать, что необязательно владеть семантикой слов для того, чтобы понимать их значения только на основании морфемных признаков. Глокая, Куздра, Штека, Будланула, Бокра и Курдячит, Бокрёнка. Но нет ни малейшего представления о том, кто это. Неясно, что такое Глокая, что такое Куздра. Он на основе русского языка показал, как можно понимать, просто зная значение морфем. Что имеется в виду? Мы в любом случае, хотя не понимаем толком, о чем идет речь, понимаем, что есть некое существо женского рода, она имеет какой-то определенный признак, она какая-то, она сделала как-то штека каким-то образом, она будланула, она что-то сделала, видимо, как-то агрессивненько повлияла на какого-то существа мужского рода и продолжает, а мы понимаем, что это продолжает сейчас, делать что-то по отношению к этому же существу, которого она будланула, только маленькому. Вот это все в одной фразе. Мы можем легко мастерить сами слова в иностранном языке, если освоим морфемные признаки. То есть, если мы понимаем французские суффиксы, префиксы, приставки, интерфиксы, мы понимаем, как они устроены и их смыслы, мы сами можем словотворить. Вот в чем преимущество языка. Он не успевает договорить, но мы договорим. Сейчас же, папа смурф. Вот только нужно время, чтобы его поймать, чтобы схватить, чтобы взять. Просто время, чтобы взять флакон. Но он не успевает взять этот пузырек, как его опережает будущий помощник папы смурфа, обезьянка. Tout de suite, grand schtroumpf. Just le temps de les attraper. Tout de suite, grand schtroumpf. Just le temps de les attraper. Сейчас же, папа смурф. Вот только время ее схватить. Только время его взять этот пузырек. Tout de suite, grand schtroumpf. Just le temps de les attraper. Just le temps de les attraper. Понятно, что обезьянка была первой. Какая скорость, великолепная работа, отличная работа. Какая скорость, великолепная работа. Какая скорость, великолепная работа. Je savais, que tu ferais un bon assistant. Смурфа с очками, ну прям гнев и разочарование на лице мгновенно. Сначала он буквально grince les dents, зубами скрижещет от недовольства, а потом вид такой у него расстроенный. Je savais, que tu ferais un bon assistant. Я знал, что ты будешь хорошим помощником. Je savais, que tu ferais un bon assistant. Давайте красиво прочитаем. Je savais, que tu ferais un bon assistant. Прикольная прилагательная bon. Понятно, что o-n это o-носовая. Но дело в том, что если следующее слово начинается с гласной, тогда мы этот o-n в слове хороший, bon, уже не произносим. И мы будем это говорить как n. Bon assistant. Вообще нет носа, смотрите. Bon assistant. Bon assistant. Bon assistant. Как по-французски будет приятного аппетита. Правильно. Bon appétit. Но мы же не говорим bon appétit. Никакого носа нет вообще, потому что bon со следующим словом, начинающимся с гласной, лишается носового звучания. И чистый согласный звучит. Un bon assistant. Так вот здесь вот n-совую не забудьте, чтобы это не было an или n. Это должна быть n-совая. Un bon assistant. Je savais que tu ferais un bon assistant. Ferais. Tu ferais. Это не что иное, как futur dans le passé. Будущее в прошедшем. Обыкновенное будущее по смыслу. Папа Смурф говорит, я знал, что ты будешь хорошим ассистентом. Что из тебя выйдет отличный помощник. То есть он говорит, выйдет. Просто обыкновенное будущее время. По-французски, кстати, здесь написано дословно ты сделаешь хорошего ассистент. Ну, по-французски faire quelque chose, да, faire quelqu'un, это получается быть кем-то. То есть стать кем-то. Je savais que tu ferais un bon assistant. Будущее время, буквально здесь, надо бы поставить futur simple, то есть tu ferais. Но мы не можем, потому что главное предложение у нас стоит в прошедшем времени. И вот правило, которое мы прекрасно знаем, как согласование времен, консекуцию temporум. В главном предложении стоит прошедшее время, un parfait, je savais. Поэтому в предаточном мы не можем ставить обыкновенного futur simple. Мы можем поставить только futur dans le passé. Все, что будет находиться в предаточном предложении на основе главного, в прошедшем, будет трансформироваться из текущего в нечто dans le passé. Настоящее, présent, будет présent dans le passé, это un parfait. Futur simple превратится в futur dans le passé, а passé композé в plus que parfait. В данном случае у нас futur simple, обыкновенный превратился в futur dans le passé. Как это сделать? Мы берем обыкновенную, футурную форму и добавляем окончание «imparfait». «Ты ferais un bon assistant». «Continue de faire quelque chose», «a faire quelque chose». Один из тех приятных глаголов, которые взаимодействуют с другим инфинитивом с помощью двух основных французских предлогов. Это «continuer a faire quelque chose» и «continuer de faire quelque chose». Мы можем сказать «продолжай, continue à le former», и это будет корректно. И мы можем сказать, как у нас говорит папа Смурф, «continue de le former», «продолжай его обучать». «Former» — это «обучать», «формировать» буквально. Французы, кстати, очень точно подметили, что обучение — это формирование, то есть придание формы. Вы сейчас обучаетесь, и это значит, что я предаю, если вы внимательно и меняетесь под влиянием моих видео, форму вашему французскому. И я очень надеюсь, что фонетически ваша форма становится красивее и красивее. «Former», «continue de le former». По великому наклонению, кстати, обратите внимание, мы сегодня будем говорить о повеликном наклонении, «continue», «продолжай», здесь тоже будет «e» на конце. Мы знаем, что по-французски «ты продолжаешь», будет «tu continue», и будет «s» на конце. Но если мы скажем «в повеликном наклонении», нам надо будет, во-первых, убрать «tu», как договаривались, чтобы сказать «продолжай», а во-вторых, «s» убрать. «Continue», «продолжай». Посмотрите, как произошло образование имени. «А» плюс существительное добавили к «штрумфу», добавили к «смурфу», и получилось «смурф в очках». Ну, очкастый «смурф», можно сказать. «Une machine», «a la vee», «стиральная машина». «Une tasse», «a» «café», чашка для кофе. «Une cuillère», «a thé», «чайная ложка». «Un homme a long barb», человек с длинной бородой. Вот так вот добавляем мы специфический признак к какому-либо предмету или к человеку с помощью «a», и получается у нас какая-то такая забавная история. Специфический признак назначили. «A long barb», «štrumf a lunette», «smurf с очками». «Continue de le former, «štrumf a lunette». «Je dois m'absenter un petit moment». «Je dois m'absenter un petit moment». «Я должен отлучиться на небольшое время». «Я должен отсутствовать в маленький момент». «Je dois m'absenter un petit moment». «Je dois m'absenter...» «A насовая в конце». Обратите внимание, что он говорит буквально «я должен меня отсутствовать». По-русски мы будем говорить «я должен отлучиться», а он буквально говорит «я должен отлучить мя». Потому что по-французски вот это вот местоимение всегда будет соответствовать подлежащему изначального глагола. То есть ты должен отлучиться, как сказать? Правильно. А мы должны отлучиться. Давайте скажем вместе. Мы должны отлучиться. А вы должны отлучиться. Помните, пожалуйста, об этом. Потому что обычно всегда говорят Небольшое количество времени по-французски обозначается выражением «un petit moment». Voilà, начался, зачетный выпендрёшь. Упражнение номер 2, основы алгебры. Экзерсис номер 2, les bases de л'алгебра. Давайте ещё раз поупражняемся в правильном проговаривании слова «упражнение». Заветное слово. Многим не удаётся его правильно произнести. Экзерсис номер 2. Hongvao пасия. Экзерсис номер 2. «Ли базы дулагебры». Правил номер 2, основы алгебры. Экзерсис номер 2, «les bases de л'альгебре». «Прань bien le temps de comprendre и de меморизer ces équations». «Прань bien le temps de comprendre и de меморизer ces équations». «Прань bien le temps de comprendre и de меморизer ces équations». Поскольку серия у нас называется «L'assistant du Grand-Struf» из сериала про смурфиков, который мы рассматриваем, много будет повелительного наклонения, потому что обращения чаще всего будут, естественно, к этому помощнику. «Assistant». Так вот, повелительное наклонение глаголов. Смотрите. У нас получается, как договаривались, как будет «ты берешь»? Естественно, что когда мы говорим о повелительном уклонении, мы спрягаем глагол в настоящем времени, убираем «tu» и получаем «бери». «Прань». И ни в коем случае не убираем «с». Это касается только глаголов первой группы. Для глаголов третьей группы никаких «с» не убирается во втором лице единственного числа. «Прань» — пойми. «Прань» — возьми. «Прань bien le temps» — выражение «прань le temps». Запомните, пожалуйста, прикольное выражение. «Прань le temps» — это выделять время на что-либо. «De faire quelque chose». «Прань le temps» — выделять время, уделять время чему-либо, тратить время на что-либо. Не путать с выражением «прань le temps» — это не спешить, не торопиться. Поэтому как сказать по-французски «не торопись»? «Прань ton temps». «Прань ton temps». «Не торопись». «Прань не, друзья, не проняй. Проняй. Это глупо проняй. исповедовать, выступать за что-либо. «Прань le temps». «Не торопитесь». Берите ваше время дословно. «Прань le temps». «Не торопитесь». «Прань bien le temps de comprendre et de mémoriser ces équations». Так вот, он говорит, «Удели время, prends bien le temps de comprendre, понять et de mémoriser et de mémoriser et de mémoriser ces équations». «Эквations» — это уравнение. Тут редчайший случай во французском языке, когда «q», «u» вдруг читается уж как-то необычно. Но поскольку это необычный мир гномов, у нас много необычных слов в необычных ситуациях будет появляться. Отсюда мы их рассмотрим с большим удовольствием. Вот такой у нас прецедент лингвистический на этой неделе. Смотрите, мы знаем, что «q» читается обычно так, как будто этого «y» вообще нет. Ну, например, в данном случае, как и в большинстве французских случаев, «q» или «ki» исключают чтение этого «y». Но не в слове уравнения. Слово уравнение будет читаться как «équation». Такое бывает. Например, слово «квартет». «Квартет». Например, слово «экватор». 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 Например, слово «адекватный». «Адеква». «Адеква». Есть ряд слов которые будут исключением в этом общем правиле где «q» читается как «к». Например, слово. «Пrends bien le temps de comprendre и de меморизе ces équations». «Пrends bien le temps de comprendre и de меморизе ces équations». Voilà, мои шерзами, а теперь повторим первую часть нашего мультфильма. «Ммм, très amusant. C'est l'heure de ton premier exercice. Range ma mallette. Bon. «L'un de vous peut-il me schtrumpfer les racines d'orchidée?» «Tout de suite, grand schtrumpf, juste le temps de les attraper...» «Quelle rapidité! Excellent travail! Je savais que tu ferais un bon assistant. Continue de le former, stromphalunette. Je dois m'absenter un petit moment». «Exercice numéro 2, les bases de l'algèbre. «Prends bien le temps de comprendre et de меморизе ces équations». Voilà. «Voilà!» «Шикарные зеленые глаза обезьянки показывают, что эта влюбленность в алгебру у него навсегда». «И кажется, что он все уже изучил сверху, донизу, вдоль и поперек». «Maintenant voyons voir si tu es capable de le réécrire sans faire de fautes». «Maintenant voyons voir si tu es capable de le réécrire sans faire de fautes». «Maintenant» так еще с помпой произносит, потому что обычно «maintenant» подразумевает сглатывание «э». Здесь «э» находится в слове «сейчас maintenant» между двух согласных. Обращаю ваше внимание, что «а» и «эн» в первом слоге это носовой «э». Это значит, что это гласный звук. Поэтому «эн» здесь не рассматривается как согласный. «А» и «эн» это гласные «э» носовые. Он не в счет. Считаем только «т» согласный. «Т» с одной стороны, «эн» с другой стороны, поэтому «э» оказывается между двух согласных и выпадает по общему правилу выпадение гласного. «э» выпадает между двух согласных. Поэтому правильно и в большинстве случаев считается как «maintenant». «Мно не случай и штром фалюнет». Смурф в забавных модных больших очках он говорит «Мэнтэнон», 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 как бы «Аттэпэй», «Мэнтэнон», «Воэйон Вуар» это его любимое. «Давайте изучим». Ну, естественно, он в больших очках, все надо изучать. «Давайте изучим, предметно рассмотрим и внимательно обратимся к чему-либо. «Воэйон Вуар», «Си ты экиапабль», «Способен ли ты» и их эти формулы, которые он до этого начертил на доске, «переписать», «записать заново», не делая ошибок, не сделав ошибок. «Мэнтэнон, «Воэйон Вуар», «Си ты экиапабль», «До лээээкрир», «Сан фэр дэфот». «Мэнтэнон», «Воэйон Вуар», «Си ты экиапабль», «До лээээкрир», «Сан фэр дэфот». А теперь посмотрим-ка, мой дорогой, способен ли ты их переписать, не сделав ошибок. Обращать на себя внимание вот это «си». Сразу, это не «если», это «ли». Это «ли» к основного вопроса. «Си» в прямой речи превращается в «си» в косвенной речи. Ну, например, «Вы меня слушаете?» «Эскю вы мэкутэй?» Я себя спрашиваю, слушаете ли вы меня?» То это будет «Же мэдэмэдэмэдэйси «Ву мэкутэй?» Что я сделал? Ну, я, во-первых, перевел из прямой речи «Эскю вы мэкутэй?» В косвенную речь «Же мэдэмэдэмэдэй». С помощью вот этого одного из выражений, которые нас окунают в косвенную речь. «Си вы мэкутэй?» Вместо вопроса я ставлю «си» и как бы говорю «Слушаете ли?» Вот это «си» будет иметь значение «ли». И у многих стоит вопрос «Можно ли после «си» ставить футюрные формы?» Есть же правило такое известное всем «Футюрсанты». «После «си» ты футюров не проси». Да, но только если это «си» означает «если». Поэтому если это «си» вовсе не «если», а просто «ли», то, конечно, можно ставить футюрные формы. Разумеется. Например, «Я себя спросил, поймете ли вы меня?» «Же мэссуи дэмандэй си ву мэ компрандриэй?» «Компрандриэй?» Ну, поскольку у нас главное предложение стоит в прошедшем времени, да, то «футюр» «дан ле пассея» я ставлю предаточное предложение после «ли». «Маттена, voyons voir, си ты капаб дээй способен ли ты дээ лэээээкриэр переписать классный глагол. Повторение действия выражается по-французски не только с помощью приставки «рэ», но еще и с помощью приставки «рэ». Посмотрите здесь, переписать, рэээкриэр, «сан ферлю фу», «не сделав ошибок». По-русски «не сделав». Я говорю «в депричастии прошедшего времени». Как сказать «в депричастии прошедшего времени»? Обратите, пожалуйста, внимание, вроде не суперсложно, но когда будете хотеть говорить в депричастных оборотах в духе «не сделав», «не сказав», «не попросив», знаете, это делается с помощью «сан» и инфинитива. Смотрите, «не сказав ни слова». Как сказать? По-русски я говорю «не сказав», «в», по-французски «сан» «дир» «эн», «но», «не сказав ни слова». «На меня не посмотрев», «что сделав», по-французски «сан» «не regarder», «ничего не говоря». По-русски я говорю «настоящее время депричастия», по-французски «сан» «риен» «дир». Обратите внимание, вот эта форма депричастия настоящего и прошедшего времени по-французски в отрицательной форме образуется очень часто с помощью «сан» плюс инфинитив. «никогда не ожидаем», «сан» «жамей» «оттендр». Понятно. «Матена, voyons voir, si tu es capable de les reécrire sans faire de fautes». Ну и, конечно, «de fautes», «sans faire de fautes». Почему здесь ошибки-то будут без артикля? А потому что отрицательная форма. Смотрите, «on» делает ошибки будет «il fait des fautes», а «on» не делает ошибок «il ne fait pas de fautes». Почему? Почему исчез неопределенный артикль? Да потому что это отрицание. Французы – люди прагматические. Когда речь идет об отрицании, когда мы говорим о том, чего нет, то его нельзя посчитать, поэтому и определить его, а артикли – это своего рода детерминативы, которые определяют смысл слова, его качество числа, рода, не могут существовать по определению, потому что у нас отрицание, чего нет, того нельзя считать. Ставят предлог «de» в отрицательной форме. «il ne fait pas de fautes». Он не делает ошибок. «Sans faire de fautes», не сделав ошибок. «Матена, voyons voir, si tu es capable de les reécrire sans faire de fautes». У обезьяны хвост трубой готов помощник сразу сейчас выпилить на доске все необходимые формулы без ошибок. «E» глотаем в отрицательной форме, это традиционное явление. «N» глотаем. «Мэ» Открыты «э», губы открыты широко, Губы открыты trots, «мэ» прорн «нэ» «насавэ», «ні прорн», «я» «aurais» «насавэ» «пылэ», «э» 2 минуты А это у меня не занимает более 2 минуты Ça не проняет больше 2 минуты Ça не проняет больше 2 минуты Ça не проняет больше 2 минуты Пrendre quelques temps занимает время Пrendre quelques temps занимает какое-то количество времени Сколько занимает тебе эта дорога? Ça te prend combien cette route? Сколько дорога занимает тебе время? Ça te prend combien? Ça me prend un quart d'heure Ça me prend un quart d'heure Это занимает не четверть час Ça me prend un quart d'heure Ça не проняет больше 2 минуты Ça не проняет больше 2 минуты Это занимает мне больше 2 минуты А мне У меня Пrendre à quelqu'un Пrendre à quelqu'un У меня Comme tu débutes Je t'en laisse 5 Comme 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 Это O открыто не comme Comme Tu Острый U Кончик из газа Нижними резцами В самом верху Tu Début Je t'en laisse 5 Любимое французское слово Слушайте ну давайте Пятонируем 5 по-французски Это носовая Э и мягкая К Носом Сэнк говорим Сэнк Сэнк Как ты дебюешь Я тебе дам Сэнк Как ты дебюешь Поскольку ты начинающий Дебютируешь Я тебе даю пять Чего пять? Пять Это минут Оказывается, что это местоимение Заменяет существительное минут То есть я тебе даю пять минут Чтобы не говорить каждый раз Наш умный смурф Говорит, я тебе их даю Так вот это их По-французски будет Когда речь идет о существительном Рядом с числительным Ну смотрите У меня есть два яблока Я тебе даю одно Обратите внимание Я тебе даю одно яблоко Вместо После числительного Я ставлю Один из случаев Когда вместо существительного Появляется местоимение Вообще местоимения нужны, чтобы существительное заменять Чтобы каждый раз не говорить У меня два яблока Я даю тебе одно яблоко Чтобы не повторяться Яблоко, яблоко, яблоко По-французски будет Я тебе даю одну Я тебе даю одно Я тебе даю пять Я тебе даю пять Их Минут Как ты начинаешь, я тебе даю пять Депэш-toi, мусю-лсенж-саван Ла-ролёж-турн Депэш-toi, мусю-лсенж-саван Ла-ролёж-турн По-трапис Господин ученый обезьяна Часики-тикот Ла-ролёж-турн Буквально Циферблат То есть часы Вращаются Депэш-toi Повелит на коне Депэш-toi Мусю-лсенж-саван Ла-ролёж-турн Депэш-toi, мусю-лсенж-саван Ла-ролёж-турн Депэш-toi Так, обратите внимание Повелит на наклонение Местоименных глаголов Мы говорили, что достаточно сказать В повелитном наклонении Просто без подлежащего Это касается и глаголов Местоименных Там тоже для того, чтобы Образовать повелитное наклонение Достаточно просто Убрать подлежащее Единственное, надо помнить Что местоименные глаголы Все-таки имеют местоимение И вот в повелительном наклонении И положительной форме Это местоимение Вопреки всем традициям Французского языка В какой-то век Единожды в случае Французской грамматики Уходит после глагола Смотрите Депэш-ше Опять же, нет С на конце Обратите внимание, да? Тва То есть, ты торопишься По-французски Бывает Тю-то-депэш-ше Тю-то-депэш-ше А в повелительном наклонении Я буду убирать Подлежащее Тю Все как обычно А вот это местоимение Собственное местоимение Местоименного глагола Тю Я буду переносить Вот сюда Только это Тю Будет в ударном положении Всегда превращаться В тва Обратите, пожалуйста, внимание Любое французское местоимение Тю М И так далее Когда после него Не идет глагол Превращается в ударное Тюа То есть, по-торопи меня Будет не Депэш-ме А Депэш-муа Понятно, что По-торопи себя Или по-торопись Будет Депэш-тюа Без с на конце Потому что глаголы Первой группы Помним об этом Депэш-тюа Господин ученая обезьяна Мэ-сю Так, о-н не читаем здесь В первом слоге Господин Давно уже не читается нос Читается это о-н В данном слове Просто как Э Мэ-сю Мэ Два разных звука В первом слоге Э С губами бантиком Широко открытый рот А сью Губы поджались Это у нас Мэ-сю Мэ-сю Депэш-тюа Мэ-сю Л сэнж 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 Энэсавэ Сэнж Ни сэнж Сэнж Энэсавэ Сэнж Энэсавэ Ларлэж Два разных Турны Турны Мэ-сю Л сэнж Замээ Л сэнж Л сэнж Па Энж Свир Свир Сэнж ль Сэнж Я знал это. У тебя не получается даже простую формулу написать. Во-первых, я это знал. Это по-французски будет «le neutre». По поводу «mème», наречия «mème» потрясающе. Ставим всегда «после глагола». Оно перед всякого рода существительными, прилагательными, наречиями, но после глагола. И причем в отрицательной форме еще и перед «pa». Ты даже не читаешь. Ты даже не бегаешь. Ты даже не поешь. Посмотрите. Это касается всех времен. В прошедшем времени ты даже не увидел. Я опять поставил «mème» перед «pa» и после глагола. Напоминаем, что в прошедшем времени, в последнем случае, вот это вот «vue» — это не глагол. Это «vue», секунду назад было глаголом. «Voir» — это глагол. «Je vois» — это глагол в настоящем времени. Так вот это «vue» — это уже «participate», это предчастие прошедшего времени. Другая часть речи — это не глагол. «A même», как и все наречия, мы ставим после глагола. Глаголом по сей композиции является только «avoir». «Tu n'a même pas vu», ты даже не увидел. «Je le savais, tu ne sais même pas écrire une formule toute simple». «Tu ne sais même pas», у тебя даже не получается «écrire», у тебя даже не выходит, ты даже не умеешь. Самое, как это умеете, ты даже не умеешь писать. У тебя даже не получается написать эту простую «tout simple», совсем простая. «Tu» — это наречие. «Перед каким-либо прилагателем» означает «совсем». «Tout court» — совсем короткий. «Fermé» — совсем закрытый. Это мужского рода. С прилагателем женского рода. «Tout facile» — совсем простая тактика. «Une tactique toute facile». «Une chanson toute gay». Совсем веселая песенка. Понятно. «Tu» и «tout» — это «совсем». Для разного рода прилагательных мужского и женского рода будет разное «tu». Совсем простая формула, «Une формуле тут simple». «Je le savais, tu не sais même pas écrire une формуле tout simple». «А-а-а-а-а-а». Даже обезьян, например, что он был знал. «А-а-а-а-а». «А-а-а-а-а-а-а-а». «А-а-а-а-а-а. «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-a-а-а-а-а-а-а». Обратите внимание, как у него часто в речи используется слово «voyant». Как же хочет увидеть этот мир, гномик, через очки? «А презент, а теперь, voyant, увидим, посмотрим». «Si tu peux, можешь ли, а мы выяснили, что «si» — это «ли» в передаче косвенной речи, косвенного вопроса. «Tu peux, au moins, ты можешь, по меньшей мере, ранжировать, как многие менеджеры говорят». Ну, то есть «прибрать» корректно, корректно или правильно, «le laboratoire», «o», не «a». Очень многие лабораторию читают как «la-ba», «laba». Я сдал фотки в «labu», «ni-a», а «o», «la-bo», и еще и «мужского рода». Это вообще кошмар какой-то лаборатория. Запомните это слово, просто барабанная дробь, это лаборатория мужского рода. «Le laboratoire du grand Schtrumpf». Посмотрим теперь, «a present» — это «теперь» или «сейчас». Посмотрим, можешь ли ты, по меньшей мере, привести в порядок лабораторию «папы смурфа». «Воем, si tu peux, au moins, рanger корректно le laboratoire du grand Schtrumpf». «A present, voyons, si tu peux, au moins, arranger корректно le laboratoire du grand Schtrumpf. Ça sera ta tâche la plus importante». «Ce sera ta tâche la plus importante». «Этот будет твоей самой важной задачей». «Ce sera ta tâche la plus importante». «Ce sera», вот, пожалуйста, глагол «être fuzur simple». «Это будет». «Это то же самое, что «se», только в будущем времени». «Se ta tâche». «Это твоя задача». «Это настоящее время». «Ça a été ta tâche». «Это прошедшее время». «Ce sera ta tâche». «Это futur simple», «будущее время». «La plus importante», «самое важное». Обратите внимание, как строится «превосходное» — степень французских прилагательных. Мы берем прилагательное «важный», «important». «important» или женского рода «important», «важное». Поскольку в позитивной форме прилагательное «important» находится после существительного, то в превосходной степени будет то же самое. Прилагательное будет находиться после существительного. Превосходная степень по-французски строится с помощью определенного артикля «la». И мы повторяем это слово «задача». «La tâche». Еще раз я отоплю на артикль. И вот потом говорим «plus importante». «La tâche la plus importante». «Самая важная задача». «La tâche la plus importante». Обратите внимание, как строится эта превосходная степень прилагательных. Во-первых, два раза артикль. Во-первых, два раза артикль. «La tâche la plus importante». Во-вторых, расположение слов. Сначала существительное, потом прилагательное. В случае, если в позитивной форме у нас сначала существительное, потом прилагательное. У нас есть слово «сложное упражнение». Сегодня мы учим слово «упражнение». Сложное упражнение. Сначала существительное, потом прилагательное. Так в основном, в абсолютном подавляющем большинстве случаев в французском языке располагают существительное и прилагательное. В основном сначала существительное, потом прилагательное. В превосходной степени мы говорим «l'exercice». Сразу повторяем существительное с определенным артиклем. Добавляем еще раз в определенный артикль для превосходной степени «plus difficile». То есть, самый интересный фильм будет как «le film le plus intéressant». Совершенно верно. «le plus intéressant», но бывают прилагательные, которые находятся перед существительным. Как будет красивый фильм? «Un beau film». А как будет самый красивый фильм? «Le plus beau film». Поскольку прилагательное находится перед существительным, то и в превосходной степени прилагательное будет перед существительным. Длинная река будет «un long fleuve». Самая длинная река будет «Le plus long fleuve». Поэтому самая важная задача будет «Со sera та тачь la plus importante». Самая важная. «Со sera та тачь la plus importante. La plus importante. Les ciseaux рangés партай. Les ciseaux рangés партай. Les ciseaux. Les ciseaux ножницы. Транжированы, расположены по размеру. Les ciseaux рangés партай. Rangés партай. Les ciseaux. Звук овзи. Les ciseaux рangés партай. Les ciseaux рangés партай. Les loupes 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 рangés партай. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 и все аккуратно великолепно прибрано ну а вот и наш герой он как плоская электромагнитная волна просто перемещается понятно что с огромной скоростью за несколько секунд он все аккуратно прибрал том числе и порошок трилобита ты хочешь чтобы я правил верифи стоит субжонктив потому что хочешь ты хочешь чтобы что верифи будет стать в субжонктив но по форме этот субжонктив будет идентичен индикативу заявительному наклоне в настоящем времени первого лица один с начала будет абсолютно совпадать но на коляске конечно наш маленький смурфик в очках и он не видит что пап смурф уже видит чистейший порядок идеальную убранность всех своих ингредиентов поэтому он ему делает замечание которое уже не уместно потому что глаза смотрят на идеал а тассион грант штрумф ком же вы видите а тассион грант штрумф осторожно пап смурф ком же вы леди как я вам говорил ком же вы леди аппершим с меня не предлагал как я вам сказал как вам говорил это это же вы леди же вы ли Как я вам это говорил? ЖЕ ВУ ЛЕ ДИ имеется в виду что? Я вам это говорил. ЖЕ, ЖЕ, ВУ, ЛЕ, Э, ДИ Только ЛЕ обязательно будет сокращаться и уходить под апострофу. ЖЕ ВУ ЛЕ ДИ Как я вам это говорил? КОМ ЖЕ ВУ ЛЕ ДИ ИНЕ ПА ТРЕДВЕ ПУР ЛЕ ИНЕ ПА ТРЕДВЕ ПУР ЛЕ ОРАНЖИ Он не очень оборен для уборки. Он хотел сказать ле ранжема. Ле ранжема. Ле ранжема уборка. Ле ранжема для отсортировки. Для уборки. Не упускайте они « Ранж 말», потому что «Ваооперский пребел«, у states… Мес игредиенты никогда не скручал ваши мес игредиенты никогда не скручал ваши Мои ингредиенты никогда не были настолько хорошо рассмурфены. Как хотите, можно переводить. Ну, потому что удобно. Вот такой вот глагольчик замечательный. И это особый язык. Засмурфить, рассмурфить, отмурфить, пересмурфить. Вы внимательно смурфите сейчас. Мои ингредиенты. И, 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 как читается, друзья? И, 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 и читается как А носовое в виде исключения. Обычно, и, 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 это всегда А носовое. А носовое. Би-ян, ли-ян, ть-ян, ми-ян, ши-ян. И так далее. Но не в слове ингредиенты. В слове ингредиенты, вопреки правилам, И-э-эн, читаем как А носовое. А-ин-гредиент. А носовое. А-ингредиент, но, жаме эти, никогда не были, но, жаме эти, оси бьен, настолько хорошо штрумфи, отмурфины, рассмурфины. В смысле, расставлены. Эта обезьяна произвела революцию в нашей системе сортировки, в нашей системе расположения по порядку, в нашей системе классификации, как угодно. «Революционер» — один глагол. Французы просто авторы мировой революции, поэтому понятно, что «революционер» у них в один глагол помещается, а в русском языке «организовать революцию». «Революционировать не очень». Ну, можно, в принципе, наверное, если хотите. Сегодня мы фантазируем с использованием слов, модифицируем и штрумфируем сегодня все подряд, поэтому почему бы и не сказать, что эта обезьяна революционировала нашу систему классификации, раскладки, сортировки. «Открытое «э» между двух согласных читаем «обязательно». Наша система будет «нотро системе де классмон». «Классмон» она сказала в конце. «Открытое «нотро системе де классмон». «Феликитацио!» «Феликитацио!» «Мои поздравления!» «Феликитацио!» «Чунфарюнет» наш «смурфик вачках» принял поздравление, что называется «en plein геоль». «Па полный программе». «Ну и все, повторяем». А вот, что дымает, он был очень prometтым как асистент. Как вы говорите, все будет полностью рано. Ты хочешь еще проверить лармоire? Аккуратно, как я вам сказал, он не очень доволен для рано. Вау, мои ингредиенты никогда не были так хорошо тромпы. Это синге революционный наш системный классный. Пеликитации. И это все для сегодня, и если бы для сегодня, мои дорогие друзья. Я очень рад вам показать вам эту новую эдитию Бесконечно счастлив был поработать с вами на этой неделе с новым французским мультфильмом, по-настоящему французским мультфильмом Смурфики. Фонетически, лексически и грамматически мы проработали с вами этот мультфильм за смурфити это. И посмурфите мне обязательно ваши комментарии. Вы же знаете, с какой смурфостью я читаю и люблю ваши комментарии. Я желаю вам очень хорошую неделю. Будь в хорошем виде и до следующей недели. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok